добрый вечер коллеги я игорь гераська это мой первый вебинар поэтому если сегодняшний блинчик получится недостаточно плоским пожалуйста меня не пинать ногами и так что такое естественные уровни рынка что хотелось бы вообще под этим понимать и какова вообще цель этой темы ну это как как бы претендует даже название некоторой стратегии стратегии которая естественно будет применяться в терминале metatrader 4 по результатам сегодняшнего вебинара мы получим два ну даже три индикатора при помощи которых можно будет анализировать рынок и такой бонус это советник который нам поможет более-менее автоматизировать нашу торговлю сразу оговорюсь что не будет такого что этот советник сможет на полном автомате вам стабильно приносить средства это всего лишь инструмент это никакой не грааль это только инструмент с помощью которого вы сможете зарабатывать если вовремя его будете включать отключать правильно анализировать рынок то есть роль человека здесь никоим образом не отходит на второй план она все равно остается главенствующей и так перейдем к самому главному почему они естественные уровне рынка и так здесь мы подразумеваем что рынок он как бы сам по себе он независимо от того смотрит на него как-то трейдер не смотрит ждет от него он чего-то нет это все то что явилось продуктом вот как бы иногда еще называют такой эффект толпы то есть если взять всех трейдеров инвесторов банкиров всех вместе в кучу получится что они вот двигают каким-то образом этот рынок каким образом это конечно для большинства загадка мы эту загадку и будем разгадывать вот и хотелось изначально уйти от всяческих стандартных индикаторов которые мы видим в метатрейдере и в других платформах тем не менее не совсем это получилось потому что все равно как вы видите на этом слайде мы будем опираться на стандартный индикатор фракталов чем он хорош чем он плохо хорош он тем что это уже какой-то такой момент который нам помогает увидеть где же цена достигла пика где впадины сразу задам вопрос вообще все понимают о чем речь да что такое индикатор фракталы что его создатель билл вилямс слышал же кто-то о нем я так надеюсь все тогда сразу двигаемся дальше здесь я не буду тогда останавливаться что это такое и так да значит для чего нам понадобится мы его не будем использовать как повсеместный как бы индикатор а только как точку отсчета потому что самая большая проблема когда трейдер начинает анализировать рынок ему нужно от чего-то оттолкнуться ну вот нельзя взять одну текущую свечку и по ней что-то себе уже нарисовать и понять что дальше делать нет для этого нужна какая-то история а где нам эту историю начинать анализировать где заканчивать для того чтобы ответить на этот вопрос нам потребуется вот какая-то точка отсчета мы возьмем историю которая нам доступна у кого какая доступна тут уже особо еще особую роль это не играет вот посмотрим на третьем слайде переключилась кстати слайды не проверили слайд стандартного фрактала так переключились значит здесь приведен график со стандартным фракталом фрактал это экстримом среди как минимум пяти соседних свечей то есть он обычно указывает нам на среднюю свечку если пять свечей значит это третья центральная свеча либо минимум либо максимум берем вот у нас начало графика есть у нас верхний фрактал так называемый то есть максимум цены мы его зафиксировали в смысле определили и видим что первым именно его цена пробивает хотя уже сформировался и нижний фрактал и пробой этого фрактала мы ну покажем такой синей горизонтальной линией вроде как нам рынок дал сигнал здесь покупаем соответственно он нас обманул и пошел вниз пробил при этом следующий нижний фрактал и вот такая болтанка мы видим наблюдается на протяжении всего этого фрагмента исторического купили обманули нас продали опять купили следующий фрактал пробился максимум потом не успели никакую прибыль особо получить уже вниз пошли и вот в итоге мы остаемся как бы с бубликом ничего мы здесь не заработали на этом кусочке вот как же здесь быть и в чем вообще причина а причина в том что стандартный индикатор фрактал это как я уже говорил это пять свечей вот не больше и не меньше есть среди пяти свечей какой-то экстремум поехали торгуем нету ждем чего-то так к рынку конечно же подходить нельзя это вот человеческий фактор его ожидания что он вот человек что захотел от рынка вот он решил почему-то что период пять и начал с этим торговать конечно же рынку все эти ожидания человеческие совсем не нужны он на них не смотрит он действует как-то по-своему поэтому нам бы нужно было бы иметь какой-то инструмент который ну не настолько был зависим от периода допустим пять для этого наверное многие тоже встречали есть множество модификаций стандартного фрактала которые позволяют менять период фрактала вот чтобы вы долго не искали ничего я сейчас дам ссылочку на индикатор фрактал с модерн вот все желающие могут скачать индикатор значит те кто может еще не очень хорошо пользуется терминалом МТ4 подскажу что нужно индикатор сохранить в папочку терминала в папке терминала есть папка и в ней есть папка индикатор сохраняете этот индикатор это исходный файл когда вы его сохранили в эту папочку перезагрузили терминал и в итоге у вас индикатор появится в окне навигатора среди пользовательских индикаторов значит что такое этот фрактал с модерн фрактал с модерн имеет специальный параметр который задает период нахождения фрактала по умолчанию там он установлен равным 5 а здесь на слайде я привел картинку которая показывает что будет если у фрактала будет период 7 7 свечей то есть 5 свечей мы уже не рассматриваем это слишком маленький период а 7 свечей то есть от фрактала 3 ранее 3 свечи и 3 свечи более позже от фрактала вот мы их и рассматриваем в итоге получаем уже картинку ну не настолько болезненную как мы смотрели со стандартным фракталом уже у нас ложных пробоев не так много получаем что в начале торговли мы купили потом по пробою нижнего фрактала продали но уже не так часто происходит беготня вверх вниз всего 4 сделки у нас получилось и из них в принципе последняя вроде как смотрится достаточно удачная ну тут уже нужно говорить о том где мы закроемся что нам нужно от рынка с каким с какой прибыли мы будем выходить кому-то мало кому-то много может быть и так вот на основании этого индикатора я и предлагаю строить дальнейшую стратегию так значит здесь остановимся немножко всем ли понятно чем отличается пользовательский так открывается программа она не индикатор значит нужно нажать на ссылочку вставить ее в браузер эту ссылочку положить в папочку experts индикатор когда открылась у вас программа так как же мы тогда сделаем значит сделаем тогда немножко по-другому сейчас я сброшу индикатор в другое место да действительно открывается там именно исходный файл так и сразу я сейчас сброшу индикаторы которые впоследствии мы будем использовать и заодно советник и заодно советник и так значит значит получив такой вот фрактал с модерн мы можем уже свободно изменять период нахождения экстремумов тут сразу что мы видим чем больше период экстремума нахождения экстремума тем конечно у нас будут реже возникать сигналы покупки продажи они будут более прибыльные ну и более болезненные с точки зрения если мы получим убыток вот ну на этом мы конечно же не останавливаемся здесь мы пока просто отмечаем где же у нас будут начальные точки и второй еще сразу замечу второе преимущество фракталов модерновых которые над стандартными в нем исправлена ошибка стандартного фрактала она может быть не очень она может быть не очень заметна при обычном использовании фракталов и так ссылки ссылки написали файл доступен справа в блоке общие файлы то есть нужно открыть медиабиблиотеку посмотреть и оттуда взять получилось нет так вроде получилось да хорошо идем дальше в чем же заключается ошибка стандартного фрактала она заключается в том что он не всегда определяет минимумы и максимумы а проблема в том что в определении фрактала сказано что фракталом считается любой минимум или максимум слева и справа от которого как минимум по 2 бара с более высокими или более низкими минимумами максимумом смотря что мы находим вот на слайде показан такой момент серыми треугольниками обозначен стандартный индикатор фрактал а синими и красными это фрактал с модерн красные треугольники это нижние фракталы будем их так называть синие это верхние фракталы итак видим что в обозначенном прямоугольнике вот таким бирюзовым синеньким голубым цветом у кого как отображается показано что фрактал с модерн определил минимум а стандартный фрактал не определил его вся проблема в том что фрактал с модерн смотрит любое количество баров слева и справа от экстремума а стандартный фрактал он просто посмотрел что вот там три бара нету среди них таких баров у которых минимум выше и все он их отсек потому что ему нужно два бара у которых минимум выше чем у бара фрактала ну скажем это нужно уже если углубляться в такие технические дебри с фракталами тогда уже будет понятнее вот если кого-то заинтересует эта тема можем пообщаться или сразу можете вопрос задать но я думаю что на этом пока зацикливаться не будем просто знайте что в стандартном фрактале есть вот такая небольшая ошибка она не всегда влияет но когда мы говорим о стратегии то здесь по-моему уже мелочей нету если мы не нашли какой-то экстремум то окажется что мы там то сделку не закрыли то наоборот не открыли соответственно либо получили убыток либо не дополучили прибыль что в принципе то же самое что убыток вот поэтому на этот счет фрактал с модерн вроде как больше нам дает информации и так что же нам со всем этим делать переходим уже непосредственно к тому к чему мы хотели прийти к естественным уровнем рынка как же нам их определить и так как я говорил берем какой-то доступный период истории вот допустим я привел здесь начало 3 февраля этого года ну вот нам так захотелось отсюда строить этот индикатор взяли точку от которой вот у нас мы видим верхний фрактал один и нижний фрактал это будут наши начальные уровни поддержки и сопротивления обращаю внимание что именно начальные дальше мы уже фракталом будем ну меньшую роль давать дальше мы уже будем оперировать теми уровнями которые уже сложились итак двигаемся слева направо по графику есть уровень сопротивления есть уровень поддержки поддержка красной линии определена синяя линия это сопротивление некоторое время рынок движется в боковом флете ну это минутный график тут получилось около 10 минут и в конце концов приводит нас рынок к тому что пробили уровень поддержки красная линия немножко ушла вниз синяя линия при этом не изменилась потому что мы ее не пробили так для каких тайфреймов это актуально в принципе тут вы уже будете эти задачи решать больше самостоятельно пока мы рассматриваем в том ну как в принципе это все строить как посмотреть на стратегию я скажем больше уделяю сейчас внимание минутным графиком не потому что на них там можно много сделок совершить или лучше торговли идет а просто по той причине что для них больше информации минутный таймфрейм дает большую точность никакой другой таймфрейм такую точность не даст ну к примеру часовая свеча у нас сходила допустим на 100 пунктов вверх вниз допустим это бычья свеча если мы ее детализировать не будем на минутном графике то нам не будет известно как же происходило в течение нее движение был ли сначала сформирован минимум свечи потом максимум или наоборот свеча очень долго колебалась возле уровня открытия а потом уже сформировала свои экстремумы поэтому я предпочитаю все таки анализировать минутные графики другое дело что конечно на минутных графиках если вы там нет 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 ни на какую не пипсовку нет в том то и дело что речь как раз о том что мы имеем просто больше информации пипсовка это когда вы вот на минутном графике поставили перевод двух средних 13-21 вот это да это пипсовка и то там не знаю что что мы будем ловить потому что мы просто спред не отобьем даже речь сейчас идет о том что то на минутном графике мы построим вот такой индикатор мы посмотрим в конце я дам результаты тестирования и вы увидите какие периоды у фракталов там достаточно большие периоды вот мы даже будем иметь дело не с пятью свечами не с семью а там порядка нескольких десятков и понятно если ждать сигналов на часовом или дневном графике то можно так всю жизнь прождать в этом случае нам как раз поможет минутный график и так вернемся к формированию каналов пробился уровень поддержки цена пошла вниз и она его все время пробивает доходит до какого то уровня и начинается небольшая коррекция сразу обращу внимание что за время коррекции сформировался раз два три четыре верхних фрактала и два нижних вот на это мы в дальнейшем будем обращать внимание так как у нас сейчас идет пробой линии поддержки то нам потребуется в дальнейшем обращать внимание на нижние фракталы и так какое то время цена пока корректировалась уровень сопротивления не менялся не пробивался и уровень поддержки соответственно тоже не пробивался и только в тот момент когда прошел очередной пробой поддержки заметьте мы передвигаем уровень сопротивления почему передвигаем мы его по той причине что за время вот этой коррекции у нас успела сформироваться более одного нижнего фрактала. Логика здесь следующая. Цена за время коррекции формировала локальные минимумы. А это значит, что эти минимумы цена не смогла преодолеть какое-то время. То есть, ей потребовался какой-то размах, скажем так. Посильнее замахнуться, чтобы пробить очередную поддержку. Это говорит о том, что тот максимум, который сформировался за время коррекции, можно ему как-то доверять. По этой причине, как только поддержка в очередной раз пробивается, мы передвигаем линию сопротивления по максимуму, достигнутому ценой за время коррекции. Вот этот момент. Сейчас мы его еще будем обсуждать. Может, не очень понятно. Это на дальнейших слайдах. Мы, в принципе, этими понятиями будем оперировать, поэтому не матьем, так катанием. Оно постепенно, думаю, уложится в памяти. Итак, вот у нас показан процесс, как переводился уровень поддержки и сопротивления. Ну, сейчас как бы мы находимся в сделке sell на продажу. То есть, вот как мы начали здесь пробивать уровень поддержки. И мы все продаем, продаем, продаем. Еще выхода здесь не видно. То есть, в принципе, уже можно посмотреть по цифрам. Зашли где-то порядка 36, 48, 49. И вот в конце картинки у нас видно 36, 28. Где-то так. То есть, уже где-то порядка 20 пунктов. Ну, за минусом спреда там чуть меньше. Ну, это же еще не конец. Тут никакая не пипсовка и даже не скальпинг. Вот смотрим продолжение этого же сюжета. То есть, точку отсчета мы рассмотрели. Она у нас заключается в том, что выбрав два начальных фрактала, это у нас первичные уровни поддержки и сопротивления, мы потом движемся, постепенно расширяя границы вот этого нашего горизонтального канала. Что мы видим? Уровень поддержки продолжает понижаться. Вслед за ним понижается и уровень сопротивления. Но он передвигается только в том случае, напомню. Если за время коррекции цены на вот этом участке от одного пробоя до другого у нас сформировалось хотя бы два нижних фрактала. Вот мы видим здесь три их. Раз, два, три. Участок выделен красными вертикальными линиями. И поэтому при следующем пробоем мы вновь передвигаем линию сопротивления. Итак, дошли мы до некоторого минимума, вот цене вздумалось в конце концов развернуться и двигаться в противоположном направлении. Происходит пробой уровня сопротивления. Заметьте, что во время тогда, когда мы получили первый пробой сопротивления, уровень поддержки у нас остается стабильным. Он будет оставаться до тех пор, пока вновь мы не увидим коррекцию цены. И на участке от одного пробоя сопротивления до второго у нас не образуется теперь уже два и более верхних фрактала. Сразу замечу, вот сколько у нас прошло в этой сделке. 36, 48, 49 где-то. И вышли мы примерно та цифра, которую я назвал. 36, 28, 29. То есть, в принципе, около 20 пунктов. Здесь как бы профит нежирный получился. Можно сказать, что пипсовка или скальпинг. Но обращу внимание, что это все-таки достаточно маленький период фракталов. Тут мы используем всего лишь период 7 свечей. Так, смотрим же, как у нас будет двигаться уровень сопротивления. Это продолжение предыдущей истории. Значит, мы вошли в длинную сделку. И все время цена пробивает и пробивает уровень сопротивления. Смотрите, вот на вот этих ступеньках небольших ну, это уже, смотря какие риски. Поэтому, про пару лотов. Если у вас там депозит 100 тысяч, ну, может, можно и пару лотов. Хотя тоже осторожно. Если тысяч 10, то пара лотов это так будет не очень интересно. Нерва в себе много потреплете. Итак, пробили уровень сопротивления. Но поддержка у нас не движется. Почему? Потому что на вот этих участках мы не видим формирование двух и более верхних фракталов. То есть, вот эти все коррекции мы их сразу отсеиваем. Считаем их незначительными. По этой причине у нас поддержка, или, как мы дальше будем говорить, это уровень стоп-лосс для нашей длинной сделки, он остается стабильным. И передвигается вот только на участке, который показан здесь вертикальными синими линиями. На этом участке коррекцию можно признать уже значительной. Почему? Потому что мы видим раз, два верхних фрактала. И в момент очередного пробоя сопротивления у нас передвигается уровень поддержки. Вот таким образом мы уже сделку сразу же выводим, как любят говорить трейдеры, в безубыток. Вот здесь можно, да, если пару лотов мы открыли, то да, можно вздохнуть спокойно, уже убытка не будет. Ну, конечно, если не будет каких-то там архи сильных движений цены, которые не дадут сделке нормально по стопу закрыться. то есть не будет проскальзывания. Ну, и дальше видим, что сделка у нас уходит все больше и больше в плюс. То есть, в принципе, здесь мы рассчитываем на то, что профита как такового в стратегии у нас нет. Конечно, это не говорит о том, что вам всю жизнь нужно сидеть и ждать, когда же настолько стоп передвинется в безубыток, что вот вам хватит навеки вечные. Нет, вы можете закрыться, когда чувствуете, что, наверное, уже тренд подходит к концу. Это уже как бы опыт, интуиция трейдера. Ну, я склонен, кстати, рассматривать, что интуиция это как раз нагромождение того опыта, который вы получили. То есть, чем больше мы наблюдаем за рынком, тем больше мы замечаем какие-то его особенности. И поэтому можно уже говорить, что мы закрыли сделку на основе собственного опыта. Хотя, если там опыт не успел нам подсказать, значит, вот досидели до стопа. Итак, вот то, что мы сейчас рассмотрели, все эти правила, они у нас канонизируются в первом индикаторе, который называется Easy Levels. Так, видна ли ссылка на него? Нашли ли индикатор Easy Levels? Значит, пока так, есть, хорошо. Давайте кратенько рассмотрим, что это у него за входные параметры. На очередном слайде указано. Первый параметр, я думаю, тут понятен, фрактал-период, то количество свечей, которые участвуют в определении самого фрактала. Понятно, чем выше период, как я говорил, тем более такие у нас суровые входы будут, но зато их будет меньше и, возможно, они будут качественнее. Мы, кстати, в конце убедимся, что качество как раз от этого и будет зависеть. То есть, большой период сыграет свою роль. Два следующих параметра. Это просто цвета стрелочек. Индикатор нам помогает увидеть, где же у нас произошел первый вход, а где просто продолжение пробоя уровня сопротивления или поддержки. То есть, вот так, если загрузить индикатор сразу, мы не всегда поймем, это вот сигнал именно продажи или покупки, или это просто продолжение существующей тенденции. Для этого в индикаторе вот предусмотрены стрелки. Красная стрелка вниз, это первый сигнал продажи. То есть, после какого-то длительного или не очень восходящего тренда у нас первый пробой уровня поддержки. И вот как только следующий пробой уровня сопротивления, мы опять получим синюю стрелку, указывающую нам вверх. Если трейдер будет пользоваться только индикатором без советника, то ему в помощь еще будет звуковой сигнал. Управление этим звуковым сигналом четвертый параметр alert on signal. Если его поставить through, то сигналы вы услышите. False отключает сигналы. Последний параметр в принципе можно не трогать. он влияет только на быстродействие индикатора. Но сейчас оно подобрано оптимально. Это количество ссылка на индикатор все-таки. Значит отдельно все-таки дам ссылку вот здесь. Но единственное сразу или просто открыть по этой ссылке и скопировать исходный код кто умеет в метаэдитере и таким образом получить индикатор. Итак последний параметр int bars count просто показывает сколько баров участвует в построении индикатора. чем больше это число тем дольше будет индикатор загружаться. это конечно актуально для медленных компьютеров. Современные достаточно быстрые компьютеры даже построение на всей истории для них будет не проблема. Вы даже не заметите как индикатор загрузился. А если поставить здесь значение 0 в этом параметре то получим отображение индикатора на всей истории. И дальше мы переходим к небольшому усовершенствованию индикатора. В чем оно заключается? В том что мы до сих пор рассматривали пробой уровней сопротивления и поддержки как пробой соответствующих фракталов. То есть мы все равно от них далеко как-то не ушли. Любой максимум или минимум это у нас получался соответствующий фрактал. Можно было ему найти соответствующий фрактал. Но рынок любит вот такие вот игры и пробив на пару пунктов соответствующий фрактал мы можем увидеть что цена спокойненько развернулась в обратную сторону и движется как ни в чем не бывало в том направлении в котором у нас была открыта сделка. Чтобы не реагировать на такие подарки фортуны так сказать но они подарки для рынка я предлагаю ввести небольшой запас пробоя. Этот запас пробоя у нас будет определяться в пунктах. Во второй версии индикатора добавлен параметр open offset и здесь видим что как только цена пробила соответствующий уровень допустим на 5 пунктов тогда мы только считаем что это пробой уровня. Если она пробила 1,2,3,4 пункта мы на него не реагируем. В итоге уже можно посмотреть что на рисунке даже видно на вот этих участках курсор кстати видно на вот этих участках у нас свечи своими максимумами оказались выше уровня сопротивления но передвижение уровня сопротивления не произошло потому что пробой был незначительный то есть меньше вот этих 5 пунктов. В итоге вот так вот мы можем изменять чувствительность индикатора и он не будет двигать линии поддержки сопротивления если пробой был недостаточен. То есть здесь мы уже должны будем подстраиваться под текущую волатильность рынка. Есть пары которые более волатильные им может недостаточно будет 5 пунктов возможно там и 10 и 15 пунктов или допустим если там пятизначные котировки то понятно 5 пунктов это для четырехзначных полпункта поэтому может потребуется 50 или даже 100 пунктов поставить на это нужно обращать внимание конечно вот когда мы поставили такой фильтр получили более удобоваримый индикатор если просмотреть его на истории то видно что уже не так часто рынок нас обманывает входы стали более такими правильными меньше ложных входов меньше потерь несем но все равно пока еще до прибыльной торговли конечно не доходит Валерий значит в библиотеке файл setup zip его пожалуйста скачайте распакуйте и получите индикаторы и советник нашли так да вот его сохраните себе на компьютер распакуйте там все индикаторы есть так значит вернемся к индикатору easy levels вторая версия этот индикатор нам позволил уже отсеивать некоторые ложные входы теперь переходим к составлению стратегии то что о чем мы говорили чтобы нам автоматизировать торговлю то есть индикатор конечно хорошо но когда речь заходит о том чтобы сидеть и выжидать когда же пробьется уровень очередной или не пробьется или там стоп пододвинуть то здесь конечно можно не успеть по всем законам Мерфи получаем что в нужный момент мы там отошли либо кофе попить либо кто-то пришел и мы этот момент просто упустили поэтому цель наша такая сделать инструмент который автоматически это будет делать то есть советник некоторые его постулаты мы уже рассмотрели но здесь как бы рассмотрим более подробно на рисунке синей сплошной линии или голубоватой у меня голубоватая она отображается на экране это момент запуска советника вот мы только подключились вот здесь сразу обращаем внимание что шел восходящий тренд то есть на сигнал покупки мы уже не успели поздно включили советник в этом случае мы не открываем длинную сделку хотя и видно по истории что в дальнейшем мы просто упустили достаточно хороший вход там порядка 50-60 пунктов но тем не менее мы на него не реагировали мы же не можем заранее знать что эта сделка окажется удачной поэтому мы что делаем мы устанавливаем только ордер селл стоп на уровень поддержки это тот уровень который даст нам сигнал продажи соответственно стоп у него ордера селл стоп мы передвигаем вслед за уровнями сопротивления не забываем о том что у нас есть еще параметр который дает фильтрацию ложных входов вот этот open offset если мы настроили на 5 пунктов значит стоп выше на 5 пунктов ну и не забываем о спреде спред 1 пункт значит на 6 пунктов выше уровня сопротивления поставили стоп вслед за ступеньками мы передвигаем и уровень цены открытия селл стоп ну и стоп его конечно же и наше терпение будет вознаграждено аж вот в 5 утра если на графике видны цифры то есть начали запустили мы стратегию около 5 вечера 17 16 39 и только к 5 утра у нас появился первый сигнал на вход ордер селл стоп сработал и в итоге что у нас происходит здесь мы уже окончательно переносим уровень стопа на уровень сопротивления то есть это уже стоп который мы не будем двигать по крайней мере вверх дальше только вниз у нас будет движение ну или мы изначально получим свой убыток и расстроенные будем или дальше торговать или уйдем у кого как какие цели и в этот же момент когда только сработал селл стоп ставим ордер бай стоп он тоже ставится на уровень сопротивления по цене он будет равен стопу от ордера селл стоп и дальше ждем развития ситуации то есть вот получается что от момента запуска советника и до момента его выключения мы все время находимся вот в таком движении то поставим отложенный ордер на один уровень ждем его срабатывания как только он сработал на уровень стопа этого уже рыночного ордера мы ставим соответствующий отложенный ордер получается что у нас все время в рынке как минимум один рыночный и один отложенный ордер то есть живем в пульсе рынка получается это конечно я бы не сказал что это очень правильное решение все таки иногда нужно и выходить из рынка полностью но пока мы вот рассматриваем такую идеализированную стратегию которая предполагает круглосуточное бдение за рынком ну и посмотрим что из этого выйдет то есть на основании результатов которые мы получим можно уже будет думать когда делать эти перерывы когда их не делать может иногда неделями посидеть в рынке позарабатывать если уж хорошо все пошло то почему бы и нет так ну вот здесь давайте наверное немножко остановимся и узнаем есть ли какие-то вопросы именно по формированию уровней по формированию отложенных рыночных ордеров то есть может кому-то что-то осталось непонятным из того что я рассказал может очень сложно рассказывал так то ли пока вопросов нет то ли не успели напечатать ну пока перейдем к следующему слайду который как раз и показывает уже настроечные параметры эксперта которыми я сейчас рассказал пока тот момент как работать будет советник то есть в принципе мы оперируем тем что это будет автоматически делаться если мы запустим советник то все вот эти действия которые я только что описал будут делать советник да запись вебинара будет идет запись ложный пробой я говорил что есть у нас специальный параметр вот как раз смотрите настроечные параметры советника есть параметр open offset это тот отступ от последнего уровня либо сопротивления либо поддержки которую мы даем на определение вот этого ложного или реального пробоя то есть этот параметр нам нужно будет каким-то образом рассчитать самим сколько это будет 1, 2 пункта или 10 мы сейчас дойдем до результатов тестирования советника вы увидите для каких пар оказались оптимальные параметры вот этого значения вот этого параметра open offset где-то есть один пункт реально на волатильных парах где-то есть и больше значит в параметрах советника в принципе мы видим все то же самое что было в параметрах индикатора период фрактала запас на ложный пробой и вот может быть покажется не совсем понятно параметрах every tick process что это такое это параметр который позволяет рынку рынку извините советнику следить за рынком либо на каждом тике либо по открытию свечи того таймфрейма на котором мы установили этот советник для чего это делается значит в онлайн режиме то есть когда мы реально уже установили советник на график и ждем рынка в принципе этот параметр должен быть вот как он здесь и показан true то есть за каждым тиком он проверяет перерасчитывает уровни поддержки и сопротивления и если нужно на каждом тике будет нам двигать и цену открытия отложенного ордера и цену открытия и цену стопа вот а если поставить этот параметр false то такая торговая активность от советника будет наблюдаться только с открытием новой свечи к примеру ну вот для чего это нужно к примеру вы решили опробовать советник в тестере стратегии если вы оставите этот параметр равным true то тестирование может занять достаточно продолжительное время ну скажем там несколько десятков минут ну конечно же смотря какой компьютер и смотря какая длина истории ну к примеру вот несколько десятков минут а если мы поставим значение false то перескакивая по свечкам мы получим меньшее количество срабатываний самого советника то есть он реже будет следить за рынком но это же как бы тест и нам нужно получить хотя бы приблизительное результаты тестирования то есть тут неважно высокая точность это тест всего лишь вот и поэтому тестирование у нас в итоге займет там скажем минуту две а если уже речь идет об оптимизации параметров то есть когда мы не один проход проводим а несколько а это обычно несколько десятков тысяч то конечно же обязательно этот параметр нужно установить в false ну это конечно при условии что у нас таймфрейм не очень высокий если там день то конечно же точность результатов будет низкая поэтому я и говорил в начале о том что лучше делать ставку на более низкие таймфреймы но по крайней мере относительно рассматриваемой сейчас стратегии может быть есть будем в будущем рассматривать стратегии которые оперируют более высокими таймфреймами час 4 часа день может хотя я так день не припомню чтобы у меня был день таких стратегий вроде бы у меня не было и два последних параметра в принципе тут от них мало что зависит open order sound это имя звукового файла который будет проигрываться в тот момент когда советник проявляет торговую активность устанавливает ордер в основном речь идет об установке ордера вы услышите вот такой звук сейчас по умолчанию тот же звук который вы слышите при открытии любого ордера через F9 в терминале или кнопочка новый ордер последний параметр magic number дает возможность использовать несколько программ на одной и той же валютной паре или наоборот не несколько программ а торговать трейдеру вручную параллельно с советником но это опять же если мы торгуем на одной и той же валютной паре если мы там торгуем по евро и фунту и это разная программа то на этот параметр можно не обращать внимания как только мы поставили ордер либо вручную либо другой программой на ту же самую валютную пару нам нужно позабочиться о том чтобы программа между собой не конфликтовали чтобы ордера не приняли за свои поэтому magic number нужно в каждой программе ставить разным так и теперь перейдем к рассмотрению уже непосредственно в результатах тестирования значит пару слов о том каким образом были вообще достигнуты эти результаты здесь сразу прошу не думать что тут какой-то грааль да конечно достаточно красивая кривая баланса хотя бывает и покрасивее но это не что-то такое которому стоит доверять эти результаты получены путем оптимизации параметров советника поэтому они хороши только на истории никакой гарантии в том что вы то же самое увидите в будущем особенно при реальной торговле тут вам никто не даст и здесь только своим умом выезжать поэтому просто рассмотрим то что как бы мог этот советник работать если бы мы его поставили на истории значит за какой период мы видим результаты тестирования период был выбран с начала 2012 года то есть с 1 января 2012 года и закончился период тестирования 19 января этого года 2013 то есть период больше чем год в принципе это достаточный период для того чтобы оценить какую-либо стратегию особенно если речь идет о таймфрейме как я говорил M1 это очень мелкий таймфрейм на нем за этот год образовалось большое количество баров то есть чего там только не происходило на этом таймфрейме и за этот год мы вот увидели достаточно большое количество сделок 372 сделки на валютной паре евро юст самая любимая пара трейдеров это подтверждается ее ликвидностью вот такой результат значит этот результат получен обратите внимание период фракталов 41 то есть принималось во внимание 41 бар среди которых находился максимум либо минимум и только тогда происходило формирование уровней сопротивления либо поддержки и опять же смотрим запас наложенный пробой всего лишь один пункт то есть достаточно было ценнее пробить уровень на один пункт в принципе пробить даже то есть на 0 пунктов невозможно уровень пробить поэтому просто любой пробой уровня мы считали истинным и по нему открывали сделку итог такой торговли вы видите ЧП чистая прибыль то есть из расчета что торговля велась объемом 0,1 лота максимальная просадка 881 доллар ну тут можно говорить это и в пунктах и в долларах то есть тут как бы как раз такой случай когда они равны объем сделки равен одному пункту либо одному доллару кто как хочет здесь может рассматривать 1839 пунктов прибыли при просадке 881 доллар или пункт и третий третий параметр FV фактор восстановления для тех кто может быть не в курсе скажу что это такое и как он считается фактор восстановления это один из параметров которым вот в последнее время можно сказать даже модно стало оценивать стратегии это отношение чистой прибыли к максимальной просадке вот просто взяли вот эти числа 1839 разделили на 881 и получили фактор восстановления 209 о чем это говорит это говорит о том что на каждый доллар который мы который мы рискуем то есть мы рискуем потерять допустим один доллар в сделке мы получали прибыли 2,09 доллара в принципе вроде как неплохое соотношение но многим конечно такого соотношения мало им лучше бы побольше говорят меньше чем фактор восстановления 7 даже не рассматриваем ну это достаточно спорные моменты вот так вот напрямую в лоб не стоит наверное анализировать качество стратегии поэтому конечно же нужно ко всему подходить индивидуально скажем всегда нужно обращать внимание на форму кривой баланса вот посмотрите какая она здесь она здесь не под 45 градусов но тем не менее мы видим такое уверенное движение наверх да были вот переводы не сладкие если бы в реале нам такое пришлось пересидеть от 140 сделки до 320 к примеру то есть мы не зарабатывали только теряли и там потихоньку начинали выползать из ямы это наверное где-то с полгода может даже 7 месяцев это заняло если переводить на временные промежутки но тем не менее мы из этой ямы выбрались и в итоге получили прибыль вот ну опять же это ни в коем случае не руководство к действию это только вот результаты теста которые были получены путем подбора параметров наиболее оптимальных то есть процесс оптимизации так а что же на других валютных парах другие пары мы брали так называемые валютные пары мажоры к ним относится доллар франк вот здесь мы картину видим не настолько хорошую и я бы даже сказал впечатлительно плохую кривая баланса ну просто ужас вроде бы сначала зарабатывали а потом как в пике попали и в такую яму зарылись что еле-еле под конец тестирования из нее выбрались в итоге получили чистую прибыль 226 пунктов при огромной просадке о факторе восстановления здесь дальше не приходится говорить то есть и так видно что на франке с такими параметрами даже оптимальными вроде как делать и нечего следующий мажор это фунт доллар здесь сразу оговоримся что сделок достаточно мало получилось почему мало потому что смотрим период фракталов 31 и запас наложенный пробой аж 14 пунктов это этого оказалось много для того чтобы сделок мы количество недополучили то есть 158 сделок за год может быть это и не мало но с другой стороны для какого-либо статистического анализа это не подойдет конечно спасибо валерий и дальше смотрим последнее пара мажор это доллар иена доллар иена на ней подозрительно так извините здесь наверное не та картинка да сюда я поставил не ту картинку значит картинку сейчас дам ссылку на нее чтобы вы правильную кривую баланс увидели так вот это график тестирования доллар иены здесь еще меньше сделок чем на фунте но 106 сделок кто еще не видит но здесь более уверенная кривая баланса то есть она как взяла курс вверх и практически до конца тестирования сохраняла это направление вот ну и в итоге мы даже получили очень неплохие результаты тестирования чистая прибыль больше тысячи пунктов и просадка значительно меньше тысячи в итоге все вылилось в удобоваримый фактор восстановления 1.63 но в принципе этого все-таки недостаточно думаю стоит ориентироваться на фактор восстановления но поближе к двоечке то есть хотя бы на каждый доллар риска мы получали бы 2 доллара прибыли вот ну и в итоге вот мы получили такой набор трейдера и кто хочет так тем и пользуется значит повторюсь фрактал с модерн тот который немножко лучше стандартного фрактала ну по крайней мере тем что ошибочки в нем нету и второе можно настраивать период фракталов потом два индикатора easy levels ну в принципе можно пользоваться второй версией то есть первая она как бы немножко ущербная в том плане что ложные входы она меньше фильтрует ну если не нужно фильтровать можно первой версией пользоваться и сам советник который можно умно настраивая наверное получить какие-то неплохие результаты то есть вы можете сейчас после вебинара сами проверить в тестере стратегии даже вот интересно было бы получить как бы вела себя эта стратегия на форвард тесте то есть после того момента когда мы подобрали оптимальные параметры то есть начиная с 19 января 2013 года и по сей момент ну с теми параметрами которые мы здесь увидели кстати в архиве вот здесь я могу дать ссылочку на архив которую наверное все спокойно получат там ничего не будет открываться отдельно то есть просто скачиваете архивчик это развернутые результаты тестирования те которые мы сегодня здесь увидели и с этими параметрами попробуйте запустить советник на как я сказал более свежей историей той на которой не проводилась ни оптимизация ничего и увидеть силу или как раз слабость этой стратегии то есть стоит ее пользоваться не стоит а может стоит но с какими-то оговорками конечно же оговорки будут здесь не стоит рассчитывать на то что вы сейчас запустите и получите огромную прибыль вот ну и вот в принципе все что мы хотели сегодня вам показать рассказать пожалуйста у кого какие вопросы что смогу отвечу и и валют и и а и а и и так вопросов нету я так понимаю так сам я именно эту стратегию не использую у меня несколько а эксперт эксперт нет конечно в таком виде в котором он есть но и по той еще причиной что сама стратегия у меня немножко модифицирована martin гейл martin гейл ну разве что с осторожностью то есть максимум там два-три входа и все не так что до победного конца тут нельзя так его рассматривать и вообще против martin гейла в чистом виде я против сильно против то есть как только речь заходит о мартин гейли я сразу врачу носом говорю да нет что это не интересно но когда речь идет о том что есть какая-то изначальная стратегия и потом мы и потом как-то пытаемся вырулить из убыточных сделок тогда может какие-то возможно колено мартин гейла но опять же в ограниченном количестве я не советую вот так подходить по большей части мартин гейл это зло так на мт-5 нет для для мт-5 я не разрабатывал ни индикатор по этой стратегии не эксперт поэтому на мт-5 конечно же не пробовал ну к слову на это 5 будут у нас наверно вебинары по стратегиям для пятого терминала но это намного позже конечно сейчас мы пока поработаем с четверкой и потихоньку на пятерку перенесемся так на видео ответили еще может какие-то вопросы так на таймфрейме м5 нет не тестировал но опять же по той причине что на этом таймфрейме у нас получится меньшее количество сделок то есть нужно понимать здесь у нас фракталы фракталы образуются каким образом берется какое-то количество свечей если речь идет о периоде вот как вы видели тут 17 20 30 свечей сколько же у нас за год получится сделок может быть они будут все и более качественные но ориентироваться на то что эти сделки будут какой-то статистически подтвержденными здесь уже трудно будет ориентироваться тогда нужно брать какую-то большую историю скажем там с 2001 года вот есть более-менее качественная история но опять же смотря кто чем дышит если нужно допустим большое количество сделок год но хотя бы там одну-две сделки в день получаем где-то порядка 400 сделок в год то на таймфрейме м5 мы их просто не получим у нас получится сделка в неделю но может две-три поэтому наверное даже не стоит вот именно эту стратегию на м5 но мало что скажут эти результаты тестирования так советник лот рассчитывает но в некоторых советниках у меня есть расчет лота но в основном вот то что мы сейчас рассмотрели это фиксированный вот фиксированный лот 01 сейчас гляну если в нем на в нем кстати есть такой параметр персенсов депо значит он вступает в силу тогда когда первый параметр который перед ним лот равен нулю вот как только так установили то объем сделок пойдет уже динамически настраивающимся он будет зависеть от величины депозита и будет устанавливаться в процентах от величины депозита то есть с ростом депозита будут сделки большего объема с падением депозита меньшего объема и так далее но здесь опять же хочу предостеречь вот так вот в лоб тоже не советовал бы наращивать объемы сделок по какой причине представьте ситуацию у вас идет штук 10 подряд с прибыльных сделок депозит растет и вот вы зашли там на пять процентов депозита сделку и получили прибыль причем извините убыток причем убыток достаточно существенный этот убыток вам перекроет несколько прибыльных предыдущих сделок в итоге у вас все убытки будут браться большими лотами а все прибыли меньшими лотами то есть как только вы получили убыток у вас следующие сделки пусть даже они прибыльно не пойдут меньшими лотами потому что вы поставили процент депозита а как убыток так он всегда будет на пике поэтому здесь вот не советую подходить именно к динамическому расчету на на веки вечные рекомендовал бы все-таки сделать это как-то ступенчато допустим я видел такие системы достигли какого-то значения допустим вот был у нас 1000 долларов торговали на 0.1 лот достигли 2 тысяч долларов тогда поменяли на 0.2 но не так что от 1000 к 1100 придвинулись 0.11 лотов до 1200 0.12 и так далее то есть пропорционально как бы так торгую я торгую я достаточно давно моя история началась 2005 года было много падений больше конечно падение как у любого трейдера много разочарований потом немножко успокоился это позволило как раз что-то уже получить даже от рынка но немного потерял все равно больше сделок год ручном режиме ну сразу говорю что от ручной торговли как таковой я уже конечно отошел пытаясь при помощи программ это все делать потому что стратегии которыми я пользуюсь они рассчитаны на быструю реакцию то есть если речь идет о том чтобы две-три пары уследить за ними то конечно просто не успеешь то есть есть момент какой-то в который нужно быстро сделать несколько несколько операций это сделать конечно советник другое дело что советники у меня никогда не работают в полностью автоматическом режиме все это происходит под контролем посмотрел есть ситуация включил только видишь что-то происходит непонятное сразу выключаешь ну а дальше либо руками разруливаешь если сделки там остались еще либо их просто все закрываешь смотря какие ситуации то есть грааля как такового как которым говорят конечно же у меня нету так ну и сколько сделок но сделок вот текущая стратегия которая пользуюсь у меня где-то примерно три-четыре сделки в день исходя из того что у меня три валютных пары которыми я сейчас торгую это кстати евро доллар франк и фонд доллар то есть именно те пары которые удобно отслеживать ну в моем режиме то есть время у меня подходит под европу и поэтому мне конечно за ними легче следить допустим там с иеной или с австралийцами новозеландцами сложнее потому что я в это время сплю так игорь уменьшить лот 01 но если сервер брокера позволяет меньше конечно можно меньше можно и 001 поставить лот без проблем если где-то есть по-моему где-то встречал и одна тысячная лота тоже можно в любом случае советник за этим будет следить как только вы поставите какое-то некорректное значение он либо начнет ругаться говорить что я не буду работать и обижаться на вас до конца жизни либо просто исправить смотря какое значение поставить в чем смысл торговли если больше теряешь на интересный вопрос михаил смысл в том чтобы зарабатывать то есть нужно свои потери воспринимать как плата за обучение скажем так я по крайней мере все то что потерял я считаю что это была моя плата за обучение в реальном режиме торговли как только пошла прибыль это вот я уже начинаю возвращать то что я инвестировал свое обучение да понятно это обучение проходило в не очень таком не очень хорошем фоне приходилось много нервничать много дурацких и детских ошибок но от этого никто не застрахован почему то вот человек такое существо которое лучше учится на своих ошибках а на чужих вот в упор не хочет думает что он умнее оказывается нет не умнее ну эдуард почему пять лет в убыток торговать скажем пять лет в убыток торговать наверное могут позволить себе только очень богатые люди у меня столько средств не было поэтому в убыток я торговал намного меньше потом просто не было возможности просто не было денег торговать но за это время конечно же много чего удалось переосмыслить нет я с 2005 года начал торговать но пять лет подряд убытков у меня не было конечно же так где быстрее научиться значит быстрее но только вот нужно как-то не знаю у кого быстрее у кого медленнее я наверное не встречал таких людей которые быстро бы научились торговать такого наверное не получится прям вот быстро все-таки нужно немножко подумать может быть и пропустить через себя какие-то убытки получить не знаю быстро наверное вряд ли но только разве что есть такой эффект так называемый эффект дурачка кстати ну или новичка если помягче он кстати со мной сработал я когда только начал торговать мне безудержно везло первый мой депозит я сходу там за два или за три месяца удвоил там такая эйфория была после этого словами не передать ну а потом быстренько конечно на землю опустили вот это вот да побыстрее научились называется ну если смысл только в том что побыстрее заработать и уйти ну может повезти да может но тогда это наверное не стоит рассматривать как работу на рынке на рынке все-таки ценится более продолжительная работа когда долго мы работаем стабильные результаты вот тогда и получаем что-то григорий если какие-то еще индикаторы которые позволяют определить уровни кроме фракталов конечно их множество индикаторов мы будем еще рассматривать в наших вебинарах в дальнейшем слушайте я об этом обо всем попытаюсь рассказать то есть сразу сходу сейчас я вам об этом не расскажу не подготовился на этот счет вот а в дальнейших темах мы будем рассматривать и про уровни мы поговорим и про боковые вот горизонтальные уровни когда рынок в боковом флете вот как сейчас у нас были изи левелс и наклонные каналы когда мы строим динамические уровни поддержки сопротивления но они меняются с каждым баром ну и рассмотрим конечно же торговлю и вне всяких каналов это трендовая обычная торговля в принципе ту систему которую мы сегодня рассмотрели тоже в некотором роде можно считать трендовый потому что она рассчитана то что как только мы вышли из канала так и торговать а есть система которая торгует внутри канала то есть пробили какой-то уровень и пошли в обратную сторону так о чем я бы посоветовал почитать тоже к сожалению наверное вот так сходу не отвечу очень немного можно почитать я за свою бытность перечитал столько всякой литературе и полезной и бесполезной не могу выделить даже что действительно там оказалось полезным может быть больше бесполезного было поэтому сходу так не скажу да кстати и про эллиота у меня много тем у меня на на волнах эллиота точнее на том что на них можно сделать не не четко уровне эллиота а свои какие-то интерпретации будут тоже вебинары поэтому смотрите следите так ну что ж я смотрю уже вопросы более менее исчерпались поэтому что скажу всем спасибо за внимание было очень приятно вас наблюдать на вебинаре вот ну и жду других встреч в апреле еще будет моих два вебинара поэтому если кому-то понравился стиль и понравились идеи добро пожаловать спасибо спасибо